МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СТУДИЯ ТЕЛЕКАНАЛА СЕРУЛЬГА РУСЛУ Здравствуйте! В эфире программа «Законодатели». Программа о тех, кто принимает важные решения в интересах страны, региона и его жителей. Еженедельно в нашем эфире мы рассказываем вам о работе представителей Ненецкого автономного округа на федеральном уровне депутатского корпуса собрания депутатов Ненецкого автономного округа местных советов и в этом выпуске. В окружном собрании депутатов обсудили качество сотовой связи интернета на селе, а также перспективы развития округа в этом направлении. Вопрос рассмотрен на заседании комиссии по экономической политике и бюджету под председательством Натальи Кордаковой. Проблема вывоза ТБО в Нарьинмар из окружных сел для их дальнейшей переработки стоит достаточно остро. В соответствии с федеральным законом ужесточились требования по вывозу ТБО, которые не перерабатываются на местах. Как решить проблему в условиях Крайнего Севера? Организацию работы школьных лагерей, дневного пребывания, функционирование дошкольных учреждений в сельских населенных пунктах в летний период обсудили на заседании постоянной комиссии по образованию, культуре и спорту в собрании депутатов Ненецкого автономного округа. В окружном собрании депутатов обсудили качество сотовой связи интернета на селе. Вопрос рассмотрен на заседании комиссии по экономической политике и бюджету под председательством Натальи Кордаковой. Информацию о текущем состоянии дел и перспективах представил руководитель Департамента цифрового развития связей и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа Антон Лебедев. По информации профильного департамента, из 42 населенных пунктов округа 22 не имеют возможности пользоваться услугами сотовой связи. В 15 поселениях полностью отсутствует возможность получения сигнала сотовой связи и 7 пунктов не имеют устойчивого покрытия территории сигналом сотовой связи. Для обеспечения всех жителей региона услугами сотовой связи Департамент цифрового развития предлагает установку «Фемтосот» в малых населенных пунктах. «Фемтосот» – маломощная станция сотовой связи, предназначенная для обслуживания небольшой территории. Соединяется с сетью сотового оператора через сеть интернет. Альтернатива установке дорогостоящей базовой станции в небольших населенных пунктах. Примерная стоимость реализации проекта составит порядка 17 миллионов рублей. Установка «Фемтосот» позволит закрыть вопрос с наличием сотовой связи на селе и даст возможность всем жителям пользоваться услугами сотовых операторов. Антон Лебедев также рассказал о создании цифрового кольца региона. Речь идет о строительстве ВОЛС, село Нейс, поселок Индиго, город Нарьинмар, поселок Харьягинский. Первым этапом создания цифрового кольца является строительство ВОЛС на Ринмар, поселок Харьягинский. Работы ведет ненецкая компания электросвязи. Для завершения работ требуется привлечение и финансирование, в том числе средств федерального бюджета. По словам Лебедева, ведутся переговоры с профильным федеральным министерством по софинансированию работ. Руководитель департамента также рассказал о подключении социально значимых объектов к сети интернет. В 2020 году подключено 33 объекта, в том числе 13 образовательных организаций и 13 ФАПов. В 2021 году будут подключены еще 58 объектов. Продолжается модернизация магистрального канала связи НИС, ВИЖА, СОМА, СНОПА, Нижняя Пеша. В результате проведенных работ планируется значительно улучшить качество связи для абонентов ВИЖА, СОМА, СНОПА, Нижней Пеши, Верхней Пеши, Белушья, Волоковой, Воланги. Совместно с архангельским филиалом МТС установлена базовая станция в селе Тельвиска. В результате ввода в эксплуатацию новой станции была снята нагрузка с базовых станций Нарьинмара. Улучшилось качество мобильной связи интернета и в городе, и в Тельвиске. Завершены работы в селе Коткино по строительству волоконно-оптической линии связи. Уже начато подключение абонентов к новой сети. Услуги связи населению Харивера предоставляет НКС с использованием радиорелейной линии связи. В Харуте расширен канал связи. Сейчас идет тестирование. Ввиду удаленности Уськары, поселка Каратайка и поселка Андермы от наземных магистральных каналов связи в настоящее время существует возможность предоставления услуг связи населению только посредством спутникового ресурса. Повышение качества в данных населенных пунктах НКС планирует осуществить за счет ввода нового спутникового оборудования, которое уже закуплено. Подводя итоги обсуждения, председатель комиссии Наталья Кордакова отметила, что Департамент цифрового развития связи и массовых коммуникаций проводит серьезную работу не только по улучшению качества связи, но и по снижению тарифов. А жителей сел, особенно на востоке округа, поступали многочисленные жалобы. Благодаря проводимой ведомствам о работе ожидаем качественных изменений по сотовой связи интернету. Вопрос будет находиться на постоянном депутатском контроле, отметила депутат. В собрании депутатов Ненецкого автономного округа состоялось очередное заседание постоянной парламентской комиссии по вопросам образования, культуры и спорта под председательством Андрея Смыченкова. В заседании комиссии приняли участие полномоченный по правам ребенка в Ненецком автономном округе Галина Гуляева и руководитель департамента образования, культуры и спорта Антон Пустовалов. Речь шла об организации работы школьных лагерей дневного пребывания, функционировании дошкольных учреждений в сельских населенных пунктах в летний период. Как пояснил Антон Пустовалов, с июня 2021 года в округе организована работа лагерей с дневным пребыванием для 1800 обучающихся на базе 28 образовательных организаций. Площадки будут действовать в течение 21 дня по пятидневному режиму с двухразовым питанием. На указанные цели из окружного бюджета выделено 24,5 миллионов рублей. При организации лагерей дневного пребывания в округе приоритет отдается детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, из социально незащищенных семей, детям из многодетных семей, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, детям-инвалидам. Уполномоченная по правам ребенка в свою очередь отметила, что необходимо организовать работу одного или двух лагерей дневного пребывания в июле, поскольку дети до 14 лет на два месяца остаются без должного присмотра. Детский омбудсмен считает, что профильный департамент мог бы организовать работу с детьми не только на базе образовательных учреждений, но и привлекать подростков к работе учреждений культуры и дополнительного образования. Депутаты рекомендовали департаменту образования, культуры и спорта проработать вопрос о работе в 2022 году лагерей дневного пребывания школьников на два месяца. Также на заседании комиссии окружные парламентарии обсудили организацию работы по профилактике безнадзорности правонарушений несовершеннолетних в системе образования. Руководитель профильного департамента озвучил ряд принятых мер по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. В частности, с целью методической помощи специалистам социально-психологических служб образовательных организаций разработано типовое положение по организации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и их семьями, состоящими на внутришкольном учете. Также организована работа регионального отделения российского движения школьников. В 2020 году число участников РДШ составило 2000 человек. В 16 школах созданы и функционируют волонтерские отряды. Количество волонтеров увеличилось по сравнению с предыдущим учебным годом на 510 человек. Просветительская работа проводится и с родителями. В 2019-2020 учебном году традиционно было проведено два окружных родительских собрания и онлайн-мероприятия. В результате мероприятий, проводимых в округе по профилактике безнадзорности и правонарушений, количество несовершеннолетних, состоящих на внутришкольном учете, ежегодно сокращается. Если в 2018 году на учете состояло 344 человека, то в 2020 году 230 человек, отметил Антон Пустовалов. В ходе обсуждения депутаты предложили проработать вопрос вечернего досуга молодежи. Жители Ненинского автономного округа 12 июня отметили День России целой чередой торжественных и праздничных мероприятий. Спикер окружного собрания депутатов Александр Лутовинов принял участие в торжественной выдаче паспортов юным гражданам России, а также в церемонии награждения жителей Заполярье государственными и региональными наградами. А в рамках мероприятий главного праздника России в Наринмаре состоялась церемония торжественного вручения паспортов юным гражданам Российской Федерации тем, кто получает главный документ россиянина впервые. Действительно, вручение паспорта – это один из главных моментов вашей жизни. Я хочу, чтобы вы запомнили этот день, большой, насыщенный сегодня день, день, который отмечает вся страна. И сегодня будете вы получать свои паспорта не просто из рук официальных лиц, но в то же время перед глазами своих родителей. Вы вроде останетесь теми же, но с другой стороны, вы чуточку повзрослеете, потому что вручение паспорта, получение паспорта – это и есть не что иное, как повышение ответственности. И прийти ответственности перед собой и перед теми, кто вас окружает. Первый паспорт в своей жизни получили 13 школьников Ненецкого округа. В торжественном мероприятии приняли участие их родителям. Вручали удостоверение личности гражданина Российской Федерации, официальные лица, губернатора округа, спикер регионального парламента, начальника МВД России по Ненецкому автономному округу, которые обратились к виновникам торжества с добрыми напутствиями. Еще одно событие в череде праздничных мероприятий, посвященных Дню России, в котором принял участие спикер окружного собрания депутатов Александр Лутовинов – поручение государственных и региональных наград. Церемония прошла в зале официальных мероприятий Дворца культуры Арктика. Медаль ордена за заслуги перед Отечеством второй степени вручили Светлане Носовой, воспитателю детского сада «Аннушка». Медаль ордена «Родительская слава» супругам Александру и Ольге Бякиным из Макарова. Почетное звание заслуженной учителя Российской Федерации присвоено Галине Головешкиной, учителю истории и общества знания средней школы номер 3, и Светлане Хабаровой, учителю физики школы номер 1 города Нарьинмара. Почетное звание заслуженной работник здравоохранения Российской Федерации присвоено Ираиде Конюшевской, медицинской сестре поликлиники Заполярного района и Ольге Хабаровой, заведующей фельдшеру из деревни Андик. Почетное звание заслуженной работник сельского хозяйства Российской Федерации присвоено коллегам Вере Рочевой и Таисии Сумароковой, заведующей производством и заведующей складом Ненецкой агропромышленной компании «Воксина». Почетную грамоту президента Российской Федерации получили Ирина Киселева, воспитатель детского сада «Теремок». Благодарность президента Натальи Могильницкой преподавателю Ненецкого аграрно-экономического техникума. Кроме того, в ходе церемонии вручили государственные награды Ненецкого автономного округа. Решение постановления Совета Федерации по итогам дней Ненецкого автономного округа в федеральном собрании реализуется на территории региона. В частности, речь идет о выделении федерального финансирования на ремонт зданий домов культуры в сельских поселениях округа. Вопрос ремонта в сельских учреждениях культуры находится на постоянном контроле собрания депутатов Ненецкого автономного округа. Очень сложная ситуация у нас со зданиями очагов культуры вне населенных пунктов. Поэтому также в этом году предусмотрены федеральные средства на капитальный ремонт здания ДК в Красно и ДК в ОМИ. На следующий год, и эта сумма в этом году составила около 19 миллионов, на следующий год будет предусмотрено 20 миллионов на капитальный ремонт здания в Коткино. Также в соответствии с постановлениями по нацпроектам у нас предусмотрено федеральное средство 5 миллионов на модульную библиотеку в поселке Красном. Но для этого должен быть сделан капитальный ремонт библиотеки. Поэтому в этом году выделяются средства окружного бюджета на капитальный ремонт данного здания. И надеемся, что в этом году оно уже будет сделано. Капитальный ремонт здания ДК в поселке Красное начали еще в мае. Это двухэтажное здание было построено в 1986 году. За 35 лет косметический ремонт здесь проводится не раз, а вот капитальный такого масштаба впервые. Внутри у нас будет частично меняться канализация, частично будет меняться проводка, будут меняться полы, везде во всех помещениях будет ламинат. Потом мы планируем в этом году, как в процессе капитального ремонта, все-таки поднять сидение в зрительном зале, чтобы зрителям было удобно смотреть, что происходит на сцене. Кроме того, будет отремонтирована крыша здания. Все работы, согласно графику, должны быть завершены 30 августа, в начало открытия творческого сезона. Проблема вывоза ТБО в Нарьинмар из окружных сел для их дальнейшей переработки стоит достаточно острым. В соответствии с федеральным законом номер 89 о производстве и потреблении твердых бытовых отходов с 1 января 2020 года действуют требования по вывозу ТБО, которые не перерабатываются на местах, не реже, чем один раз в 11 месяцев. Мы понимаем, что навигация у нас сроки ограничены. И если мусор в этом году региональный оператор вывезет в сентябре, следующий год он должен вывезти его в августе, затем в июле, в июне. Ну и наконец наступит май, когда навигация у нас будет закрыта, вывезти они просто не смогут и будут нарушать требования федерального закона. Поэтому мы разработали поправки в федеральный закон, которые предполагали вывоз мусора не реже, чем раз в 36 месяцев. Во-первых, это бы удешевило услугу регионального оператора, потому как в этом году только на субсидирование этих затрат в бюджете предусмотрено более 100 миллионов рублей. То есть там 114 миллионов рублей. И скорее всего эта сумма будет увеличиваться. С инициативой мы выступали в Совете Федерации на днях Нинецкого автономного округа. Инициативу эту правительство не поддержало. Сейчас мы готовим вторую инициативу, будем выходить с ней во втором полугодии текущего года. Соответственно, она предполагает уже вывоз мусора не реже, чем раз в 12 месяцев. То есть цикл год. И таким образом мы говорим о том, что региональный оператор будет, ну, так скажем, в рамках правового поля сможет действовать и вывозить этот мусор нормально, да, не нарушая сроки. На территории Нинецкого автономного округа определены два региональных оператора по вывозу ТБО. Зона ответственности городского предприятия КБ и БО – город Нарьенмар, поселки Искатели и Красное село Тельвиском. Муниципальное предприятие Заполярного района «Севержилкомсервис» отвечает за все остальные населенные пункты. Тариф очень высокий, потому как они обязаны вывозить, соответственно, морем, начиная там от села Несь, по Белому морю, потом по Баренцевому морю, по Печории в город везет от мусора ежегодно. И, соответственно, с востока округа, начиная от Усть-Кары, Амдормы, Каратайки, они также обязаны его сюда привезти. И здесь уже в городе заняться переработкой этого мусора. Вообще, конечно же, я думаю, что нам необходимо двигаться в направлении установки, так скажем, мобильных установок по уничтожению этого мусора на местах. Это сократит финансовые издержки на транспортировку, и, соответственно, появятся новые рабочие места. Такой опыт есть в северных регионах. Это, допустим, республика Саха-Якутия, где в городе Жатай под Якутском одну из таких установок тестировали. Она показала свою эффективность, поэтому, я думаю, что нужно использовать опыт в северных регионах и двигаться в этом направлении. Ну, а со своей стороны, как законодатели, конечно, мы будем работать именно над сроками, потому что для нас они сегодня неисполнимы. В региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» состоялся прием граждан. Жителями региона встретился и вице-спикер окружного парламента Максим Арбузов. На приеме к заместителю председателя обратилась молодая многодетная семья, которая получила право на приобретение жилья по окружной государственной программе на улучшение жилищных условий. Семья заключила ипотечный договор с банком, выбрала и купила квартиру в городе, используя при этом средства федерального и регионального материнского капитала. Возникла проблема с перечислением денег за вот этот сертификат молодой семейное приобретение квартиры с городадминистрацией. Но в течение суток вопрос решился, то есть они по рекомендации из нашей приемной, из приемной партии «Единая Россия» обратились в Госюрбюро. Также член партии депутат сходил в отдел жилищного контроля, переговорил с людьми, которые являются операторами этой программы. Проблема обнаружилась. И эту ошибку, можно сказать, техническая ошибка, была исправлена в течение суток. И в течение этого месяца деньги должны поступить на счет в банке с тем, чтобы уже оплатить этот первоначальный взнос за квартиру, и люди могли завершить сделку. Напоминаем, что записаться на прием можно по телефону, номер которого вы видите на своих экранах. Письменное обращение можно направить по электронной почте, адрес которой вы также видите на своих экранах. 23 июня с жителями встретится председатель собрания депутатов Александр Лутовинов, 30 июня депутат Анна Булатова. Прием граждан по личным вопросам проходит в общественной приемной партии «Единая Россия» в Доме культуры Арктика. Дополнительная мотивация для проявления большего интереса к учебе, спорту и общественной деятельности появилась у студентов округа. 10 июня Денис Гусев, сенатор от Ненинского автономного округа, подписал с руководителями средних профессиональных учреждений Наринмара положение о конкурсе именных стипендий для учащихся. На сегодняшний день в Ненинском округе три средних профессиональных образовательных учреждения, которые готовят специалистов в различных сферах деятельности. Соглашение об именной стипендии сенатора было подписано с Ненинским аграрно-экономическим техникумом и Ненинским профессиональным училищем. Мы стартовали сегодняшнего для организации именных стипендий по трем номинациям за достижения в учебе, достижения в спорте и в достижениях в общественной жизни. В каждых трех номинациях будут выплачены именные стипендии сенатора. Сумма этих стипендий будет ранжироваться по занятому месту и это будет являться хорошим стимулом для студентов в учебе, в спорте и в общественной жизни. Мы должны поддерживать молодежь и хорошее начинание для студентов. Назначение стипендии будет определяться по решению стипендиальной комиссии, в которую входят преподаватели, представители родительского комитета и студенческого совета образовательного учреждения. В каждом учебном заведении есть такие великолепные студенты, которые, несомненно, поддерживают имидж каждого из учреждений. И они, несомненно, нам сегодня дадут хороший такой старт для нового проекта, великолепного проекта, именно стипендии сенатора. Надеюсь на то, что это будет не разовое, какое-то знаковое событие, а исходя из соглашения, это долгосрочная перспектива, может быть, даже не привязанная к определенной какой-то фамилии, так скажем, то есть сенаторы, которые будут, они будут вести эту политику, будут поддерживать тех студентов, которые являются сегодня. Первые выплаты именной стипендии студентам будут произведены уже в сентябре по итогам второго семестра 2020-2021 учебного года. Начислять стипендию будут один раз в семестр. В первую очередь я бы хотела выразить слова благодарности сенатору Российской Федерации Денису Владимировичу Гусеву за проявленное внимание к студенчеству, к студентам средних профессиональных образовательных организаций нашего региона, ну и в том числе, конечно, нашего учебного заведения. Я считаю, что это очень важное дело в поддержании студентов, поощрении их, стимулировании, мотивации к дальнейшему обучению и проявлению своей активной жизненной гражданской позиции. В свою очередь Денис Гусев отметил, что подобного рода выплаты послужат дополнительной мотивацией для студентов лучше учиться, проявлять себя в спорте и общеобразовательной деятельности, что, несомненно, положительно скажется на их социализации. Это хороший шаг, первый мы, как пример, да, вот, такой именных стипендий, да. Я думаю, что мои коллеги, депутаты, общественные деятели, да, во многом отреагируют, и мы, вот, пилотный проект в данном направлении, вот, из личных средств, поэтому я думаю, это будет хороший стимул для остальных наших политиков, общественных деятельных учреждений, не только в среднеспециальных учреждениях, в школах, где мы должны выявлять наиболее талантливых и вместе с тем подтягивать всех ребят, которые готовы учиться и показывать результаты в различных видах деятельности. В настоящее время студенты получают два вида стипендий – академическая и социальная. Академическую стипендию могут получить все студенты, обучающиеся на бюджетной основе, на 4,5. Социальную стипендию получают студенты, которые учатся удовлетворительно и по тем или иным причинам имеют право на социальную и финансовую поддержку, подтвержденную органами социальной защиты. И на сегодня это все. Встретимся через неделю в эфире программы «Законодатели». Редактор субтитров А.Семкин